Последняя часть, как построить график полученной функции. Сама функция у нас имеется, чтобы там предыдущая часть программы не вмешалась, я как бы начну заново, пишу restart. У нас эта функция прогиба зависит от трех переменных a, b и n, но график мы будем делать от одной зависимости от одной переменной, поэтому две другие надо как-то фиксировать. Ну и потом я возьму так, чтобы зафиксировать длину. Длина всей балки это или обозначим l, а тогда a равняется l поделить на n, l поделить на n, но в моем случае там вот если на рисунке посмотреть, вот сверху было нарисовано, вот это вот все длина l, здесь всего 6 значит l деленное на 6. Вот я буду l фиксировать, ну а соответственно вычислять. Вот у меня получилось l на n, но запустим, немножко усложнится, да, вместо вот так получилось. Теперь вот попробуем зафиксировать два значения, а третий вот мы будет переменной величиной. Для этого пишется saps, saps, saps я пишу l, например, 20-метровая, 20-метровая консоль, ну вообще, конечно, многовато, давайте 10, что ли, 10-метровая консоль, а высота, допустим, 1 метр, h равняется, а нет, h у меня b, b равняется 1 метр. Это saps подстановка в дилето, в дилето, кстати, регистр чувствительный, что получится. Вот получается функция одной переменной, она легко устроится, пишем plot, plot, и здесь вот, вот это, чтобы не переписывать, раз, копирую, ctrl-c, ctrl-v, так, и здесь вот я пишу, и она равняется, ну у меня самая, конечно, что-то единицы, но так приблизительно до 15-ти сделать, что получится, но я вообще хотел бы, конечно, чтобы там был какой-то экстремум, что-то не видать никакого экстремума, я знаю точно, что в таких сдачах у этой экстремума, но видно, что здесь нету, я буду искать его где-нибудь вот здесь, вот здесь покрупнее, нарисую, для этого сделать так, я возьму, ну например, от 6 до 15, ага, видно, вот видите, от 6 до 15, видно, вот есть экстремум, великолепно, теперь я сделаю только, в общем-то график уже построен, может уже вставить его в орденский документ, но я построю два графика, вообще можно и три, квадратные скобки делаю, квадратные скобки делаю, это копирую, и другое значение b даю, запятая, и другое значение b, например, b 1,1, но естественно прогиб будет поменьше, делаю два цвета, color, color равняется, допустим, red, red и blue, и произвольно, может черный сделать, вот, но они конечно немножечко отличаются, здорово, ведь вон далеко друг от друга, хотелось бы поближе, но сделаем 1,0,1, вот так вот, ага, вот уже поближе, но какие-то они жиденькие, тоненькие, уже так более-менее похоже, я сделаю толщину, это делается sickness, ну, допустим, одна будет 2 потолще, другая 3 потольше, вот, все, график готов, теперь его достаточно отредактировать, но я не буду сейчас показывать, как это редактируется, это в paint, или там в любом другом редакторе, я думаю, это все каждый могут сделать, только здесь надо подписать значение, здесь там b равняется, это b означает, это, но вы так ориентируетесь, смотрите, red это 1, а 1 у нас единицы, а blue это 2, 1,01, но ясно, что 1,01 потолще будет, консоль прогиб поменьше, это побольше, ну, вот я беру этот график, ну, давайте сейчас не отредактировав в этом control c, записал control c, и прямо word забиваю сюда вот, вот сюда вот, control v, вот, ну, немножко уменьшу, ну, я сделал его не отредактированным, это нехорошо, я сейчас не буду заниматься вот этой очевидной вещью, это каждый умеет редактировать, думаю, это пояснять необязательно, вот, а именно здесь вот надо в paint убрать n, подписать delete, ну, собственно, задача решена. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует...